В Барнауле в Великую Отечественную войну было 16 госпиталей. В них были солдаты, которые получили ранения на полях боевых сражений. И, конечно, не всех получалось спасти. Но вот уже позже здесь, на Булогинском кладбище, в их честь и воздвигли памятный мемориал. Белый как смерть, красный как окровавленная рана, а вокруг небольшой сосновый бор. Мемориал, простирающийся к небу, вот уже почти полвека хранит память о сотнях умерших в госпиталях. Вот одна из стел с именами погибших бойцов. Здесь, помимо русских, высеченные фамилии грузинские, украинские, еврейские, белорусские и даже немецкие фамилии. А мимо этого дома в центре города ежедневно ходят сотни человек. И мало кто обращает внимание на памятную табличку с надписью. Здесь жил герой Советского Союза Владимир Ефимович Смирнов. Дом этот довоенный, но стоит до сих пор здесь, насколько я знаю, живут люди. Вообще, конечно, было очень много споров и продолжаются споры о том, был ли этот знаменитый подвиг Матросова. Потому что сложно себе представить, что человек бросается на крупнокалиберный пулемет. Тем не менее, есть огромное количество воспоминаний, что 500 примерно красноармейцев в той или иной форме, в том или ином виде как раз сделали нечто подобное. То есть это не был какой-то единичный подвиг. И вот наш земляк Владимир Смирнов был одним из тех, был совсем юным парнишкой, который, ну, мы теперь уже не узнаем, понимал он, не понимал, что его ждет гибель. Но он точно понимал, что если он не сделает, а в его ситуации выяснилось, что пулеметчик находится с фланга от его подразделения, если бы Смирнов не сориентировался достаточно быстро и каким-то образом не обезвредил этого пулеметчика, но сам при этом погиб, то и все подразделение бы, скорее всего, там бы и полегло. Это политехнический вуз. Военные годы на территории университета тоже проходили учения. Правда, преподаватели не читали лекции за кафедрой, а студенты не сидели за партами. Роща напротив политехнического вуза. Сегодня это место притяжения для красивых фотографий и отдыха. В годы войны здесь проходили военные учения. Гражданское население учили рыть окопы. Барнаульская филармония. В годы войны в этих стенах тоже звучала музыка. Сюда приезжали столичные знаменитости, которые делились мастерством с нашими артистами. И алтайская культура переживала своеобразную революцию. Более двух лет москвичи ставили свои спектакли на сцене нашей филармонии. В частности, здесь был поставлен спектакль по пьесе Константина Георгиевича Паустовского «Дым Отечества». Сюда приезжал с гастролями Леонид Утесов, который выступал на сцене, правда, не филармонии, а на сцене Центрального парка. В целом, конечно, культура нашего города, казалось бы, вот суровая военная година, когда все для фронта, все для победы, какая культура, какие концерты, какие песни. Но культура получила огромный толчок к развитию. И даже вот филармония Алтайского края, которая сейчас занимает это здание, она же ведь тоже дитя войны. Она появилась в 1944 году. Завод «Трансмаш» в годы войны. К нам его эвакуировали из Харькова и Сталинграда. Конечно, тогда он так не выглядел. Это были обычные постройки, а станки стояли прямо на земле. И вот в таких полевых условиях изготавливали детали для знаменитого Т-34. Из-под станков вышло больше 10 тысяч танковых двигателей. А значит, каждый пятый дизель советских боевых машин был изготовлен на Алтае. Завод и сейчас производит оборонную продукцию. А меланжевый комбинат, который в годы войны одел сотни тысяч солдат, продолжает шить униформу. В целом же Великая Отечественная подняла промышленность региона на новый уровень. Некоторые предприятия работают и по сей день. Но хорошо бы, если в следующий раз мощное развитие края и в промышленном и культурном плане произойдет в мирное время. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.